Привет всем, с вами профессор Гуглов. Что только на моей памяти не делали с колой. И жгли, и ставили химические опыты, и использовали ее как чистящее средство, и еще много-много чего интересного. Сегодня же я решил рассказать вам о 10 самых интересных способах применения колы, о которых, возможно, кто-то из вас еще не знал. Номер 10. Древний манускрипт. Обычно пролитая кола не самое приятное событие. Все, что можно с этим сделать, вытереть, если только вы не работаете над проектом по истории или искусству. Кола поможет сделать бумагу похожей на древнюю. Есть другой метод, подкоптить бумагу над открытым огнем, но это не самый безопасный способ. Кока-кола придаст бумаге благородный коричневый оттенок. Все, что нужно сделать, это вылить банку коки в емкость и поместить туда бумагу на 5 минут. У вас получится манускрипт в древнем стиле. Он произведет впечатление на ваших одноклассников или сокурсников, да и вообще на кого угодно. Номер 9. Подставка для свечи. Из банки Кока-колы можно сделать симпатичную подставку для свечи. Для этого возьмите нож и отрежьте дно банки. Затем сделайте вертикальные надрезы по бокам банки так, чтобы ей можно было придать форму овала, придавив сверху и снизу. Теперь предварительно освободите банку от напитка, конечно же не порезав руки, и у вас получится прекрасная лампа. Не забудьте поместить свечку внутрь. Свет лампы создаст приятную атмосферу в комнате. Номер 8. Стеклоочиститель. Путь до ближайшей заправки может быть неблизким. Также придется ждать в очереди, расплачиваться и ехать обратно домой. Есть более простой способ. Кока-кола, а также похожие газированные напитки, отлично справляются с загрязнениями на стеклах. Конечно, кола изначально не разрабатывалась для очистки стекол, но она может реально помочь. Просто нанесите немного колы на салфетку и протрите стекло. Очень скоро стекло станет чистым, и вы сможете ехать дальше. Также кола хорошо справляется с наледью на стекле. Налейте колу на лед, и через несколько минут лед размякнет, и его можно будет просто смахнуть дворниками. Так что если под рукой нет скребка, а ждать, пока машина прогреется, не хочется, то бегите за баночкой колы. Но помните, что кола очень кислотна, так что не оставляйте ее на окрашенных поверхностях. Номер 7. Удалитель ржавчины. Кто бы мог подумать, что кола божественный напиток из другого мира. Недостаточно сильный, чтобы растворить металл, но достаточно, чтобы удалить ржавчину. Просто налейте колу на любую заржавевшую поверхность, и хорошенько протрите. Ржавчина исчезнет. Принцип здесь такой же, как и при чистке старых монет. Попробуйте погрузить металлические ключи со следами ржавчины в емкость с колой. Результат вас порадует. Так что работая в гараже, держите про запас банку другую Кока-Колы. Одну для себя, другую для ржавчины. Номер 6. Средства для волос. Если вы не таскаете с собой банку арахисового или оливкового масла, а друг налепил жвачку вам на голову, не все потеряно. Поместите прядь волос с жвачкой в широкую емкость с колой и оставьте на несколько минут. Благодаря чудесным свойствам колы, жвачка размякнет, и ее можно будет легко убрать, обойдясь без незапланированной стрижки. В 2015 году пошла сумасшедшая мода на вымачивание волос в коле, чтобы выглядеть круто и стервозно. Я не думаю, что это полезно для волос, так что не советую так делать. Номер 5. Дешевая альтернатива чистящего средства для туалета. Кока-Коле найдется применение в туалете, и не только заранее выбитой. Так что если вы не собираетесь допивать баночку колы, почему бы не отдать ее своему любимому унитазу? Хорошенько окатите стенки унитаза колы и оставьте на некоторое время. Кола быстро очистит поверхность от загрязнения следов не хуже, чем дорогой очиститель. Однако, если вы хотите продезинфицировать туалет, лучше отдайте предпочтение специальным средствам, так как кола оставит за собой не только сияющую поверхность, но и бактерии, и микроорганизмы. Пожалуй, это самое простое, что можно сделать с колой. Так что если нет сил и желания делать что-либо другое из нашего списка, а дома завалялась банка другой колы, почему бы и нет? Номер 4. Чистка следов крови. Если вы серийный убийца, маньяк или человек, которому ежемесячно нужно покупать тампоны, то вы знаете, какими проблематичными могут быть следы крови. Удаление пятен крови с ковра или стирка одежды всегда были сложными. Чтобы избежать проблем с полицией и покупки постельного белья каждый месяц, воспользуйтесь колой. В ее состав входит фосфорная кислота, которая хорошо справляется с кровью и жидкостями тела. Просто нанесите немного колы на пятно и хорошенько протрите. Средства для чистки могут быть эффективнее в зависимости от ситуации, но они не всегда под рукой. Номер 3. Ловушка для насекомых. Если вы когда-нибудь отдыхали на природе, то вы знаете, как могут быть надоедливые эти насекомые. Например, осы не могут устоять перед божественной сладкой содовой. Так что есть простое решение. Кока-кола. Нет ничего лучше сладкой газировки, чтобы поймать насекомых, любящих сахар. Попав в сладкую кислоту, они уже не смогут выбраться. Глупые создания не разгадают всей коварности вашего замысла. Кислотность колы, ее сладость и липкость – просто убийственное сочетание против насекомых. Просто разложите парочку-другую банок или бутылок с колой на расстоянии нескольких метров от лагеря. Достаточно далеко, чтобы насекомые не беспокоили вас и достаточно близко, чтобы привлечь ближайших насекомых. Так что можете спокойно есть свой сэндвич, запивая вкуснейшей колой и не беспокоиться о назойливых букашках. Номер 2. Кола лечит. В большинстве случаев вы не положите банку колы в свою аптечку. Вообще, кола вредна для организма, но услышав это, быть может, вы задумаетесь над тем, чтобы взять колу в набор выживающего. Во-первых, кола помогает, например, если вас ужарила оса или задела медуза. Если вы страдаете от астмы, кофеина в двух банках достаточно, чтобы предотвратить приступ. Также кола помогает от тошноты. Принимайте чайную ложку в час. Звучит противно, но горячая кока-кола помогает при запорах. Добротная порция ледяной кока-колы может остановить сильный приступ икоты. Конечно, кола не является лекарством. Медицинские препараты более эффективны, но поражает, насколько разностороннее применение у простой газировки. Так что, может быть, не столь плохая идея положить колу в аптечку. И, наконец, номер один. Кола электричества. Наверное, вы слышали о легендарной картофельной батарейке. А знали ли вы, что кола может так же? Нужно вылить содержимое банки и отрезать верхнюю часть. Далее, с помощью шкурки удаляем пластиковое покрытие внутри. Можно использовать дрель с мягкой шкуркой. Ну, так быстрее. Налейте колу обратно и возьмите три изолированных провода с крокодилами. Подключите банку к вольтметру, а также светодиод в линию. Получится, что два конца подключены к вольтметру. Один к банке, другой к светодиоду, а последний к монете. Опустите монету с подключенным проводом в банку. Если все правильно, то вольтметр покажет напряжение, а светодиод загорится. Конечно, мощность очень маленькая, но ее можно увеличить путем добавления банок. Энергии много не бывает. А как вы применяете колу в бытовых условиях, кроме как питья? Пишите в комментариях. А с вами был профессор Гуглов. Увидимся. Пока.